Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет начинаем читать книгу Руфь. Книга Руфь вместе с такими книгами, как Эстер, Эсфир и Иудифь, входит в число тех книг главными действующими лицами, персонажами которых являются женщины. Здесь в книге Руфь два основных действующих персонажа. Это сама женщина, давшая название этой книги. Рут по-еврейски так звучит, что переводят обычно как дружба или как подруга. Иногда ее имя ставят связь как-то с большим количеством воды, с ирригацией. Существуют разные гипотезы происхождения этого имени. Но Руфь или Рут не единственная героиня этой книги. Пожалуй, даже на втором месте она находится по отношению к другой женщине. К другой женщине, к ее свекрови, которую зовут Ноеминь. Ноеминь или более точно Наоми. Так звучит ее имя по-еврейски. В привычных нам изданиях библейских на русском языке книга Руфь помещается между книгой Судей и первой книгой Царств. Почему? Потому что в ней речь идет, в этом повествовании, книге Руфь идет об эпохе Судей. Собственно говоря, она так и начинается. В те дни, когда управляли судьи или судили судьи в еврейском тексте. Рассказ, который относится к долгой-долгой эпохе Судей. Судьи, вот эти харизматические вожди, в домонархическую эпоху, после Иисуса Новина и до Самуила, управляли народом Израиля. Не было монархии, не было еще многих элементов государственности. И управляли судьи, вожди, харизматические лидеры, такие вот дучи, как сказали бы итальянцы. Или фюреры, как сказали бы немцы. Или каудильо, как сказали бы испанцы. Ну а по-еврейски это шофтим, судьи. Их функция состояла в том, чтобы судить, быть судьями, решать судебные дела, мирить две тяжущиеся стороны. Но основная функция их состояла в том, чтобы управлять. Управлять израильским народом и спасать его в годину тяжких испытаний, прежде всего тогда, когда на колено Израилевы обрушивались иностранные полчища, и израильский народ оказывался в порабощении у окрестных окружающих Израиль народов. Об этой эпохе, долгой, многовековой, мы узнаем лишь из двух книг Священного Писания. Это из книги Судей и вот из этой маленькой книги Руфь. Больше об этой эпохе почти нигде и никогда не говорится. Так вот, этим самым и обусловлено помещение этой книги сразу после книги Судей в привычном нам расположении библейских книг. Но если мы откроем еврейскую Библию Танах, мы увидим, что книга Руфь находится совсем в другом месте. Она относится к третьему разделу Танаха, еврейской Библии, к так называемым Ктувим, Писаниям. Есть Тора, есть Навиим, пророки, и есть Писание. Третий раздел, открывающийся книгой Псалмов, в который входит книга Притчи, Иова, Экклесиаст, Песнь-песни, Деврея Ямим, Паралипоминон, Ездра, Нейми и так далее. И вот между ними книга Руфь. А конкретно она расположена между книгами Притчи Соломоновых и книгой Песнь-песней. Вот между этими двумя книгами помещается книга Руфь. Это говорит о ее достаточно позднем происхождении. Чаще всего современная наука относит ее составление к эпохе Персов, к персидской эпохе, когда остатки иудеев вернулись по указу, по эдикту или по декрету персидского царя Кира II, вернулись вместе с сосудами храма в Иерусалим для того, чтобы отстроить храм, отстроить город и начать новую жизнь. Вот к этой эпохе обычно относят и книгу Руфь. Почему в эту эпоху такая книга возникает? Повествование, история, которая помещается в эпоху судей. Ну, об этом мы поговорим, этому есть причины. От социального, политического состояния народа, тогда иудейского, тогдашнего, как раз это состояние политическое, экономическое и, прежде всего, социальное, и взаимоотношения с другими народами, проблема взаимоотношений Израиля и народов, Амим или Гоим, она помогает нам решить вообще возникновение этой книги, определить причины возникновения этой книги Руфь. Итак, книга Руфь находится в еврейской Библии между книгами притчей Соломоновых и песней-песней Соломона. Среди Ктувим, среди писаний. И, кроме того, книга Руфь, она одна из пяти маленьких, небольших книг, которые называются Мегилот, свитки. Их пять, этих Мегилот, и они связаны с еврейским календарем. И читаются эти книги, целиком каждая из них, в основные праздники еврейского календаря. Праздники сельскохозяйственные, праздники культурные и праздники религиозные. У каждого праздника есть, из этих праздников, есть свои культурные, сельскохозяйственные, религиозные аспекты. Так вот, книга «Песнь-песни» Соломоновых читается на Песах, на Пасху. Праздник исхода из Египта. Читается книга «Песнь-песни» еврейской традиции. В праздник Пятидесятницы, то есть через 50 дней после празднования Пасхи, совершается праздник Пятидесятницы, день дарования Торы Моисею на горе Синай. После исхода на Пятидесятый день народ вступил с Богом в Завет. Было дарование заповедей, дарование Торы. Читается как раз вот эта книга «Руфь». Кроме того, Пасха и Пятидесятница связаны с сельскохозяйственным циклом. Зерновые культуры на Ближнем Востоке, в Святой Земле Израиля, они озимые. И Пасха связывалась с сбором урожая ячменя. Ячмень – хлеб бедных. А вот Пятидесятница – это жатва пшеницы. Пятидесятница, через 50 дней после Пасхи, чуть раньше, чуть позже, зависит от погоды, происходит сбор урожая, сбор урожая пшеницы, жатва пшеницы. Плач Иеремии, третий из пяти свитков, читается на Йом-Кипур. Тишабеав, девятое ава, время осеннее, когда воспоминается разрушение первого храма вавилонянами в 586 году до нашей эры, разрушение первого храма, и разрушение второго храма в 70 году нашей эры, разрушение храма римлянами. Это и то, и другое событие произошли в девятый день месяца Аввы, Тишабеавв. Ряд других трагических событий произошли в этот день. День особой скорби, особого поста у евреев, у иудеев. И читается Плач Иеремии. Плач Иеремии как раз – это книга, которая оплакивает разрушение первого Иерусалимского храма, и разгром, и сожжение, и разрушение города Иерусалим вавилонянами. На праздник Суккот, праздник Кущей, осенний праздник, он же праздник сбора плодов урожая, происходит чтение книги Экклесиаст, книги Коэлит, еще одного свитка. И, наконец, пятый свиток, свиток книга Эстер, книга Эсфирь, еще одна книга, посвященная женщине, читается на праздник Пурим. Пур – это жребий, Пурим – это жребий. Интересная история о том, как через женщину, через царицу Эстер, Бог спас свой избранный израильский народ в персидскую эпоху. Вот, собственно говоря, все пять свитков, которые читаются на определенные, на самые главные праздники еврейского, религиозного и сельскохозяйственного календаря. Итак, книга Руф читается на Пятидесятницу, Пятидесятница, жатва пшеницы, праздник дарования Торы, читается эта книга. Ну что ж, после этих предварительных замечаний мы переходим, собственно, к чтению самой этой книги. Читаем первую главу. «В те дни, когда управляли судьи, судили судьи, точнее, в еврейском тексте говорится, случился голод на земле. Имеется в виду земля Израиля. Хаарец – земля. Иногда, когда мы встречаем слово «земля», имеется в виду вся обитаемая суша. Но чаще, когда речь идет о земле, то имеется в виду земля Израиля. Вот там случился голод. И пошел один человек из Вифлеема иудейского, интересное название, город Бейт-Лехем, Вифлеем иудейский, родина царя Давида, впоследствии родина Мессии, Иисуса Христа. Вот этот самый Вифлеем имеет очень важное значение, имеет важное место в этой книге. Дом хлеба, Бейт-Лехем, и вот в городе, названном так, Дом хлеба, нет хлеба. Голод, не урожай, нет дождя, засуха, поэтому нет хлеба. Поэтому человек этот вынужден выйти из своей земли туда, где есть хлеб. Эмиграция всегда была в истории человечества, это нормально. Голодный идет туда, где есть хлеб. Из Вифлеема иудейского этот один человек пошел со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Вот семья этого самого человека, Эли-Мелех зовут его, жену его зовут Ноеминь, а двух сыновей его зовут Махлон и Хелион. Имена в книге Руфь имеют очень большое значение. Давайте попробуем разобраться. Эли-Мелех – имя, которое означает «Бог мой, царь». Сам Бог был царем Израиля в эпоху судей. Не было у них царей, как у прочих народов. И вот имя этого человека, главы семейства, Эли-Мелех. Мелех – это царь, Эли – мой Бог. Мой Бог – царь. Жену его зовут Ноеминь, или точнее Ноами. Что можно перевести как «приятная моя» Анна Иллинишна Шмайна Великанова в своем замечательном, толковании на книгу Руфь, выпущенном в Москве в издательстве РГГУ в 2011 году, переводит это имя Ноеминь на русский язык как «Услада». Услада. Какая-то услада приятная. Так зовут Ноеминь. Потом она будет просить, чтобы ее так не называли. Называли ее, наоборот, Горькой. Горечь. Мора. Но родители дали имя Ноеминь. А двух сыновей зовут Махлон и Хелион. Махлон – это от термина «махала» – болезнь. А Хелион – это тоже слабость или разрушение. Болезнь, слабость – такие у них имена. Как говорили латиняне, а «номен омен» – имя – это предзнаменование. Вот эти говорящие имена – Элемелех, Ноеминь, Махлон, Хелион – здесь так зовут персонажей этой книги. Говорится о том, что во втором стихе они были эфрофяне, то есть из Эфрата. Эфрата, вспомним книгу Михея, Бейт-Лехем, Эфрата. «Мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, которому дано быть вождем в Израиле». Это еще происхождение одней вечных. Мессианский текст пятой главы книги пророка Михея. Так вот, Эфрата – это военное, может быть, даже поселение, связанное с… военное поселение в колене Иудином, там, где находится Бейт-Лехем, где находится Вифлеем. Вифлеем находится в девяти километрах южнее города Иерусалим, исторического Иерусалима, того, что сейчас называется Ир-Аатика, старый город. Вот от старого города, девять километров на юг, находится старый Бейт-Лехем, старый Вифлеем. В книге Михея мы читаем, книга Михея, пятая глава. «И ты, Бейт-Лехем, Эфрата, мало ли ты между тысячами иудинами, Эфрата, тот же самый корень, что и Эфраем, то есть плодовитый, плодородный, между тысячами иудинами, из тебя произойдет метод, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных». Очень важное пророчество, мы его вспоминаем всякий раз, когда совершаем богослужение Рождества Христова. Так вот, эти люди, Элемелех, Ноеминь, Махлон, Хелион, их сыновья, из Бейт-Лехем и Иудейского, переправились через Иордан и пришли, они мы читаем во втором стихе, на поля Моавицкие и остались там. Моав. Моав – это за Иордани, транс-Иордани. Для человека, который находится в святой земле Израиля, это по ту сторону Иордана, где нынешнее королевство Иорданя. Когда-то там жило племя Моавитян, также там жили Аммонитяне, их братья, и по другую сторону Соленого или Мертвого моря, то есть за пределами земли Израиля. Там когда-то были расселены два с половиной колена, Реувен, Гад и Полукалена Менаше, но эта земля принадлежала издревле, еще раньше Моавитянам и Аммонитянам. Потомкам Лота, дочери которого совершили тяжкий грех и совершили инцест со своим отцом, от которого, согласно книге Бытия, и произошли от этого инцеста два народа – Моавитяне и Аммонитяне. Так очень неблаговидно происхождение этих народов описывается в книге Бытия. Тем более необычно, что Рут, Руфь, Моавитянка становится главной героиней этой книги и прапрабабкой царя Давида. «И пришли они на поля Моавитские и остались там. Видимо, там голода не было. В Аарес, в земле, голод был, а там голода не было. И умер Авимелех Мушноэмини, она стала вдовой, и осталась она с двумя сыновьями своими». Вдова с двумя сыновьями. Голод, видимо, продолжался очень долго. Они, эти сыновья, взяли себе жен из Моавитянок и вот здесь их имена. Орпа или Орфа в синодальном переводе и Руфь, или Рут, точнее, в еврейском тексте Рут. И жили там около десяти лет. Рут, как я уже сказал, это или подруга, или дружба, что-то связанное с дружбой, этимология такая, или по другой версии какая-то связь с орошением, с ирригацией. То есть ирригация, богатое, большое количество воды. Поля Моавитские должны орошаться, должно быть большое количество воды. В святой земле Израиля воды не хватает. Мало дождей, мало росы. И когда засушливые годы, возникают проблемы с урожаем. И вот главное действующее лицо – это Рут. А другая женщина, ставшая женой одного из братьев этих еврейских, ее зовут Орпа. Орпа – это значит или затылок, или прядь волос. Она уйдет обратно от Наимине в свою землю возвратиться. На поля Моавитские Наиминь на прощание увидит лишь ее затылок с прядью волос. Номен-омен – имя предзнаменования. Итак, история продолжается. Эти Махлон и Хиллион берут себе Орпу и Рут вжоды. А потом происходит нечто ужасное. Оба этих человека – Махлон и Хиллион – умирают. Умерли. Пятый стих. И осталась та женщина, то есть Наиминь, после обоих своих сыновей и после мужа своего. Осталась вдовой. И вот эти две ее снохи с ней остались или невестки. Три женщины. Одна женщина. Уже в годах. У нее уже вряд ли будут новые сыновья. Вряд ли она выйдет замуж и родит сыновей. Она вдова, у которой нет будущего, не будет уже никогда сыновей. Оба сына умерли, и муж умер. И вот эти две, ставшие внезапно вдовами, молодые женщины. Молодые вдовы. Три женщины. Несчастные. Вообще, на Древнем Востоке над женщинами всегда кто-то покровительствует, какие-то мужчины. Отец, муж, брат и так далее. Женщина не может быть одна. Если одна женщина без покровительства мужчины, это большое несчастье для нее. Она социально совершенно не защищена и не имеет никаких прав. У нее должен быть покровитель. «Просты твой покров», скажет Руфь. «Боозум». Об этом мы будем читать дальше. «И встала она, но и меньше стих со своими снохами, и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб». Голод в земле Израиля окончился. Собрали еврею урожай, и она возвращается домой после нескольких лет, проведенных на полях Моавицких. «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая землю иудейскую, то есть, видимо, они идут еще по Моавицкой земле, приближаются к Иордану, чтобы дальше его форсировать, перейти». Иордан служит границей между Моавом и Святой землей. И вот когда они были на пути в землю иудейскую, Ноемин сказала двум снохам своим, двум своим невесткам, «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как поступали с умершими, и как вы поступали с умершими, и со мною». Мы не знаем, как поступали эти две женщины, Орпа и Руд, со своей свекровью, но она говорит, что они поступали с ней милостиво, с ней и с умершими своими мужьями. «И она их благословляет, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа». То есть, она благословляет их на новое замужество. Вот вы молодые вдовы, у вас еще все впереди, все сложится, «А вы возвращайтесь, пусть у вас будет новая семья, новый муж». Поцеловала их. И они подняли вопль и плакали. Неохота им расставаться с этой доброй, милой, приятной женщиной, усладой, как переводит Анна Ильинишна Шмайна Великанова, имя Ноеминь. Но Ноеминь сказала, одиннадцатый стих, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я в сию же ночь была с мужем моим и потом родила сыновей?» Серия невероятных обстоятельств. «То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? И можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Это были очень молодые женщины, им вполне можно было еще устроить свою семью, выйти замуж, родить сынов и дочерей. «Они подняли вопли, опять стали плакать, и Арпа простилась со свекровью своею, а Руд осталась с нею». Вот происходит разделение две эти родственницы. Обе моавитянки, не из иудейского, не из еврейского народа, одна решает возвратиться по увещаниям Ноемини своей свекрови в родную землю на поля Муавицки, а другая не хочет уходить и берет слово и говорит. Но сначала говорит Ноеминь, сказала 15 стих, «Вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоею». В древности существовало представление о том, что у каждой земли есть, ну, такое народное представление, конечно, не библейское, а среди разных народов, что у каждой земли есть свое божество, и эта земля является собственностью этого божества. Например, в Вавилоне там Мордук, в Финикийцев, там, в Ливане или где-то еще, это Ваал, например. Вот, и здесь тоже говорит, «возвратитесь к своим богам». Ума Витян были свои тоже божества, камош и так далее. Вот, и к ним, говорит, «возвратитесь». То есть, «возвратитесь в свою землю». Конечно же, представление святое, представление библейское о том, что Бог хозяин всей земли, это многократно говорится об этом, что другие боги не суть боги. И что только Бог, Господь Бог Израилев, Он Бог не только в святой земле Израиля, это его частная собственность, Божья, конечно же, святая земля, но Он хозяин всей земли, не Ваал, не Мордук, не Камош, а именно Господь Бог Израилев, хозяин всей земли. Но вот, она, видимо, по снисхождению к ним говорит, «возвратитесь к народу своему и к своим богам». То есть, выйдя замуж за иудеев, эти женщины, видимо, все-таки сохраняли свою веру отцов своих, нечестивую, и дало поклонство. Но Руфь сказала, вот берет слово Руфь, 16 стих, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Замечательные слова, в которых проявляется вся верность этой молодой женщины, этой Руфи, этой Руд-Моавитянки, своей свекрови Ноемини. Она стала для нее как мать, эта женщина, и она не хотела ее бросить одну. И настолько была к ней привязана, что сказала, «Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Она совершает гиур, она совершает присоединение к иудейскому народу. Моавитянка. Удивительно, эта книга Руд сказана в Пятикниже Моисеевом, Святой Торе, что «Моавитянин и амманетянин и в десятом поколении не может войти в народ Божий». А вот Руфь, говорит, «Твой народ будет моим народом», говорит Наемини. «И где ты умрешь, продолжает свою речь Руд, там и я умру и погребена буду». Дальше она клянется, «Пусть то и то сделает мне Господь, типичная для Библии форма клятвы, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою, буду с тобою до конца твоих дней». Наемини, видя, что она, то есть Руд, твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Не стала больше говорить «Иди, возвращайся обратно в свою родину». И шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем, в Эйтлехем, туда, откуда началось когда-то путешествие. Ноемини, Ноеминь возвращается со своей снохой, со своей невесткой. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них, и говорили, «Это Ноеминь!» Неужели это она пришла? Но она сказала своим согражданам, 20 стих, «Не называйте меня Ноеминью, Ноеминь, Приятная моя Наоми или Услада, как переводит Анна Ильинична Шмайна Великанова, но называйте меня Марою». Мара – это горькая, или другой вариант огорченная, горечь, горькая, огорченная. Ну, если немного видоизменить и текст попробовать сделать эмендацию, то не Мара, а Мари, горечь моя. Если Ноеми, Наоми – это Услада моя, приятная моя, то Мари – это горечь моя на еврейском языке. Ну, в еврейском тексте Мара – горькая, или огорченная, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Великая горесть, вдова, бедная вдова, на попечении которой еще одна женщина, молодая, у которых нет ничего. Они обе потеряли своих мужей, и им предстоит долгая, трудная, безрадостная, горькая, бедная, нищенская даже жизнь. Я вышла отсюда, продолжая тречь свою на имень, обращаясь к своим горожанам, к жителям Бейт-Лехама, с достатком, то есть большим имуществом вышла она. И возвратил меня Господь с пустыми руками. Она возвращается с чужбины в родную землю, у нее нет ни мужа, никакого имущества нет. Зачем называть меня Ноеминью, когда Господь заставил меня страдать, и вседержитель послал мне несчастье. Все от Бога, конечно же. Но видно, нужно было это для испытания Ноемини. И возвратилась Ноеминь, ноами, и с ней сноха ее руд моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришление Вифлеем, в начале жатвы ячменя. Это очень интересное окончание первой главы. Начало жатвы ячменя это время Пасхи, время близкое к празднованию Пасхи. На этом заканчивается первая глава книги Руфь. Запись сделана для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...